всем привет продолжаем того на чем остановились мы рисовали вот такой вот зимний пейзаж с домиком рисовали карандашом учились перерисовывать теперь нам нужно его раскрасить я постараюсь как можно быстрее и все видео про кисточки про материалы вы можете посмотреть отдельно у меня они есть на канале если нету то просите я перезалью и не будем отвлекаться во время раскрашивания наших картинок на объяснение хотя у меня никогда не получается этого сделать и я всегда пытаюсь объяснить почему мы делаем тот или иной шаг но для того чтобы видео были покороче солнышко куда-то делась для того чтобы видео были покороче мы будем вы будете доверять не на слово и просто повторять все действия за мной я не буду объяснять почему мы так делаем для того чтобы начать писать акварелью вообще необходимо сделать наш рисунок гораздо прозрачный но я этого делать не буду потому что на камеру плохо видно когда карандаш прозрачный но так как краска акварельная имеет уникальное свойство прозрачность то все художники пользуются вот такой вот штукой называется клячка для того чтобы убрать лишний тон карандаша и сделать линию прозрачный да мы сейчас этого делать не будем но если у вас есть дома клячкой то воспользуйтесь ей и сделайте весь рисунок карандашный более прозрачным ее можно купить в художественных магазинах разные фирмы faber castell и другие тоже изготавливают эту эту прекрасную стерку для художников акварелистов так как мы на рисунок будем лить много воды до акварельные техники они всегда связаны с водой аква в акварели главное слово вода то нам нужно приклеить наш лист зафиксировать на плоскости используйте для этого пластиковый планшет для того чтобы лишь не деформировался несмотря на то что лист маленький и большой плотности все равно от того количества воды которые я на него нанесу он будет подвержен деформации это нормально чем дороже и качественнее бумага чем она толще до весит больше в граммах тем она меньше деформируется но не всем такая бумага доступна и в принципе можете пробовать рисовать на разных видах бумаги об этом тоже есть отдельное видео вот но это как инструмент как парикмахер не может подстричь плохими ножницами также и от материалов которые вы используете до зависит то какая у вас будет живопись конечно профессионал может и на газетке нарисовать очень круто но лучше иметь материалы достаточно хорошего качества все мы приклеили опять и много болтала как всегда начинаем рисовать цветными красками невская палитра вода кисточка палитра для замешивания краски наша картинка все у нас есть салфетки обязательно салфетки я использую для того чтобы убирать лишнюю воду и так с чего мы начнем мы начнем с небо для того чтобы нам нарисовать небо нам понадобится широкая кисточка флейт если у вас нету такой широкой кисточки можете использовать самую большую какая у вас есть не важно круглую плоскую для того чтобы меньшим количеством движений быстрее смочить лист почему быстрее потому что чем быстрее вы это будете делать тем быстрее вы уложите краску на лист который еще не успел деформироваться как-то сегодня витиевато выражаясь но ничего сейчас разговариваюсь мы чистой водичкой мочим лист все небо в обход домика нет даже с домиком все небо или в обход домика или с домиком ладно давайте с домиком просто у каждого художника перед тем как он начинает рисовать в голове складываются свои алгоритмы как он это сделает и сначала я подумала что можно домик обойти потом я посмотрела что на крыше и на всем домике отражается много желтого цвета которые есть в северном сиянии да и поэтому домик тоже закрасила то есть вы в голове простраиваете алгоритмы сейчас их простраиваю за вас я но потом вы тоже научитесь нам понадобится ограниченная палитра достаточно можно обойтись двумя тремя цветами максимум четырьмя мы вот сейчас будем использовать четыре первое что мы набираем желтый лучше чтобы был это холодный желтый об этом я тоже рассказываю на своих занятиях смотрите видео на ю тубе про тепло холодность цветов холодный желтый лимонный если нету берите теплый желтый кадмий желтый средний желтый если вы еще не сильно разбираетесь в названиях красок ничего страшного постепенно научитесь всему и укладываете этот желтый такими легкими прикосновениями вы не должны втирать краску в лист бумаги мы используем большое количество воды для того чтобы ставить вот такие красочные капли начинаем мы с желтого тоже неспроста потому что если вы видите на картинке желтый цвет то вы должны чаще всего начать с него и этого же желтого капельку я поставлю вот сюда вот на наш домик который намок для того чтобы сделать в нем такие вот рефлексы отмена дальше я мою кисточку хорошенько и набираю индиго вы можете поставить видео на паузу и набрать все цвета или просмотреть видео и сначала набрать все цвета так будет даже легче но я их набираю на ходу достаточно концентрированный индиго и и такими же движениями точечками достаточным количеством воды наношу индиго лист уже как свет меняется лист уже деформировался немножечко и наша краска вот стекает краям листа ничего страшного я вот так лишнюю воду лишнюю горку убираю и и чуть попрозрачнее добавляя в замес водички вниз нижнюю часть неба добавляю этот же цвет индиго к домику сильно близко не подхожу чтоб не затекло здесь вот можно было конечно наверное домик обойти потому что краска затекает но ничего это не критично если она у вас будет подтекать то вы ее сухой кисточкой можете подобрать то есть вынуть кисточку хорошенько обсушить ее салфеточку и вот так вот эту красочку подобрать да чтоб не делать этих лишних движений все-таки лучше наверное было бы этот домик не мочить что-то я сегодня расхлябанная не в форме вчера был день рождения моего сына и я наверное продолжаю находиться в праздничном настроении не хочу ничего делать но видео для вас снять очень хочу дальше смотрите сейчас мне придется разрушить мне тут всю композицию мою на столе но для того чтобы получить вот такие вот подтеки красивые вы можете лист ваш подвигать то есть вы можете наклонить ваш планшет который вы используете вверх вниз для того чтобы краска порастекалась такими подтеками и получилось прям настоящее северное сияние можете играть добавлять этими лужицами добавлять их убирать делать так чтобы они текли как-то красиво и выглядели как такие раскаты света на небе да это же акварель ее главное свойство вот это вот текучесть поэтому нужно ей пользоваться нужно делать так чтобы она красиво растекалась делая нам это северное сияние вот возвращаю все на место чтобы вам было видно в кадре как я замешиваю краску смотрю на лист у меня образовались лужицы я просушиваю кисточку об салфетку и эти лужицы немножко собираю для того чтобы лист сок равномерное иначе на бугорках высохнет а в углублении вот здесь вот не высохнет и будут корочки если кто уже рисовал акварельными красками знает что это такое вот небо у нас готово и нам нужно по верхней части сугроба сделать вот такие вот деревья на заднем плане которые расплываются для этого я беру более концентрированную краску индиго и укладываю вот сюда и эти точечки у нас расплывутся и станут лесом на заднем плане к домику я пока не подхожу потому что все на него сильно затекает вот такие вот деревья сейчас нам нужно будет высушить феном верхнюю часть и приступить к нижней сушим феном на самой нижней мощности и сквозь пальцы иначе красочный слой будет двигаться если конечно вы его не хотите двигать специально то смягчите поток своей рукой вот вот для чего я убирала вот здесь вот воду видите здесь сохнет быстрее здесь медленнее образуются вот такие корочки но здесь не критично потому что они могут выглядеть как деревья вообще вы должны быть внимательны к этому пожалуй все так теперь нам нужно сделать то же самое с низом почему мы это делали отдельно потому что иначе бы мы не смогли уложить вот эти деревья то есть если бы мы намочили все то вот эти деревья бы потекли вниз а хитрость одна из секретов акварельной живописи что краска растекается только там где вода соответственно она не потечет на сухую часть поэтому мы это делали отдельно в принципе это можно было бы сделать вместе если бы у нас не было вот этих вот деревьев сейчас мы мочим флейцем водичкой нижнюю часть наши сугробы в обход домика и вводим туда наш желтый потому что снег белый он на себе ловит все рефлексы и соответственно вот это вот северное сияние в небе оно будет также рефлексировать на снегу и сушим теперь этот слой подсох берем синий не яркий какой-нибудь есть кобальт синий просто синяя краска ярко-голубая она будет очень яркая цируля он будет сильно прозрачный грязный вот просто синий либо лак синий либо индонтриновый любой оттенок синего такого приглушенного либо можно приглушить его с помощью той же индиго который у нас здесь замешано намешиваем небольшое количество и достаточно с достаточным количеством воды чтобы был прозрачный слой укладываем наши сугробы которые повторяют немножечко изгибы нашей вот этой вот линии горизонта и ложатся мягко стелятся по земле можно еще вот так вот вот колею где лошадка бежала тележку тащила по сугробам сделать вот здесь по дорожке вот так вот вот так вот мне нравится что здесь на что нужно обратить внимание чтобы вот эти линии были не одинаковые то есть чтобы синий и желтый он давал интересную форму да то есть здесь такой вырез остался здесь вот такой здесь вот такой то есть чтобы не было одинаковых ровных линий то есть постарайтесь сделать разницу формы формы этого пятна чтобы была разная если как-то трудно это на слух понять то что я говорю вы спрашивайте в комментариях я буду стараться объяснить но вот этот вот вот эти вот вырезы которые получились да желтые они должны быть разной формы ну будет просто интересней да если оно будет одинаковое то в природе нет ничего одинаковое но будет выглядеть искусственно отлично сушим теперь этот слой фон у нас практически готов у нас остались детали и помните как я рассказывала про принципы академического рисунка и живописи и в рисунке и в живописи одинаковые принципы от большого к маленького от общего к частному то есть большое здесь это небо и земля а частное это уже домик деревья столбики там деревья на заднем плане окошки дверцы это все уже детали и детали детали рисуются в самом конце то есть одинаково что в рисунке что в живописи вы можете взять кисточку поменьше для того чтобы вам было удобней если у вас хорошая кисточка с острым кончиком то можно продолжать работать ей но для этого нужно небольшое количество опыта лучше иметь кисточки разного диаметра разного размера и смотрим на наш домик почему я начинаю с домика потому что деревья у меня как бы под рукой если я их прорисую конечно их могу просушить то домик когда я начну рисовать они могут смазаться то есть это тоже один из принципов рисунка и живописи что мы начинаем если вы правша с левого верхнего угла да ну либо вот у нас просто с левой стороны для того чтобы под рукой не было мокрых зон это просто для вашего удобства конечно здесь не принципиально если у вас есть фен и вы просушите деревья то ничего страшного не случится я набрала неаполитанскую неаполитанскую желтую у кого есть другие краски похожего оттенка типа сиены охры вы можете их использовать потому что не у всех сейчас палитры одинаковые можете даже в желтый добавить оранжевинку если у вас нету названных цветов и просто закрашиваете вот эту вот часть домика которая у нас была под номером 1 и 2 помните на первом видео этот вот фасад ждем пока высохнет и индиго приглушенным будем закрашивать прямоугольничек справа важно чтобы ваши замесы были прозрачные если вы наберете индиго прям из кюветки и начнете красить у вас получится очень темный такой вот прям черно-синий цвет вам нужно чтобы была определенная прозрачность соответственно вам нужно для этого краску разбавить водичкой в палитре вот так закрашиваем фасадик и у нас тут такая ситуация что не видно крыши то есть цвет неба затек на крышу здесь немножко просвечивается желтенькая но самой крыши не видно и еще есть одно главное правило живописи и рисунка что ничего не рисуется контурами то есть не нужно обводить какие-то фигуры толстой либо тонкой линии для того чтобы они были видны художники используют другой фокус то есть кладут пятно рядом форма видна не из-за контура а из-за пятна рядом и поэтому на этом рисунке вокруг домика растут деревья то есть это тоже сделано для того чтобы домик у нас вышел на передний план соответственно если я вот так вот обведу у меня будет детский рисунок для того чтобы этого не произошло прозрачной краской если она не достаточно прозрачная убираем излишки об салфетку я туда сажаю лес сад там кто живет бабушка с дедушкой которые любят сажать цветочки и деревья и вот такой вот сад у них там на заднем плане есть и вот за счет этого сада сразу появляется силуэт домика то есть фокус элементарный простой но сделает вашу живопись видите я даже сугробик изобразила на крыше сделает вашу живопись гораздо более профессиональной потому что вы не будете обводить контуром как в детском саду будете использовать пятно рядом да и за счет этого пятна у вас будут видны объекты этой же красочкой я подведу вот здесь вот тень под крышей потому что крыша дает падающую тень в небе хоть и ночь есть все равно источник света и соответственно есть тени если есть свет значит есть тени рисую здесь дверку два маленьких окошка окошки вот здесь вот их тоже можно было оставить но это нужно просчитывать алгоритм который будет немножко сложнее то есть я сейчас наверное даже сниму видео в котором нарисую этот домик во первых на другой бумаге на более профессиональной это простая бумага из простого альбома для рисования ну достаточно плотная непрофессиональная и алгоритм действий алгоритм тех шагов которые должны сделать учесть их не пропустить их сделать их вовремя будет немножко больше то есть это будет упрощенный вариант и будет следующее видео где этот вариант будет гораздо сложнее не гораздо чуть чуть сложнее за счет количества этих шагов но интересней домик у нас практически готов пока мы его оставим так мы потом еще добавим если что там стволы деревьев и там столб электрический с проводом и со всем этим но пока это сохнет мы не будем этого делать дальше наши деревья деревья лучше потренироваться рисовать сначала на отдельно на листе бумаги потому что это определенный навык определенное движение кисти определенное движение руки я тоже сейчас ему видео как рисовать деревья и вы его можете посмотреть вместе с этим видео после него смотреть одно через другое чтобы у вас было легче вам было ориентироваться в этом во всем но в одном видео всего не расскажешь поэтому я буду говорить основные вещи что стволы у этих трех деревьев тоже как вот эти вот вырезы желтые были у нас разные так будет интересно если стволы тоже будут разной толщины и немножко на разном расстоянии друг от друга то есть не вот так вот три одинаковые толщины на одинаковом расстоянии а чтоб между ними была небольшая разница и они толстые у основания и чем выше веточка растет тем она тоньше и как я говорила она вот так вот разветвляется если у вас карандашный рисунок хорошо получился то вы его можете просто обвести при этом тоже есть особая технология как держать кисточку вы ее не должны опускать на лист полностью то есть давить так чтобы она легла на лист тогда получится толстая линия вы должны вести самым-самым кончиком кисточки что это было у нас сегодня волшебный день все выключается включилась хорошо вот мой сыночек вовремя пришел спас все видео иначе бы я вам рассказывала рассказывала камера бы не работала мать художник да счастье в семье обвожу по контуру карандашному веточки стараясь к верху сделать потоньше и то что я говорила немножко разницу вот это вот у деревьев то есть допустим вот тут сделала я что оно разветвляется ниже чтобы они были немножечко разные когда вы рисуете природу вы должны помнить что в природе нет ничего одинакового я эту фразу не устаю повторять потому что это то что спасет вашу живопись потому что наш мозг стремится все упорядочить и поэтому получается не очень натурально чем больше таких каких-то более лихих движений каких-то случайностей тем более натурально получится изобразить природу сейчас я меняют он то есть добавляю в индиго чуть-чуть водички и вот здесь вот внизу рисую поросль нападали там вертолютики шишечки не знаю еще выросли маленькие деревца веточки и этим же прозрачным цветом опять таки так как у нас есть освещение я от деревьев делаю такую вот тень тем самым ставя их на плоскость я могу также положить кисточку боком помните мои уроки с тем как мы рисуем волну вот таким же манером мы эту тень укладываем на плоскость дальше нам понадобится опять концентрированный цвет тот же самый индиго для наших столбиков и передний столбик для того чтобы была перспектива у нас будет как вы помните самый высокий самый толстый и самый контрастный что значит контрастный самый темный и дальше столбики как бы теряют свою насыщенность высоту и толщину то есть чем они от нас дальше тем они будут прозрачней тоньше и ниже и для того чтобы они тоже легли на плоскость мы от них делаем тень и эта тень у нас ложится в сугробы то есть если здесь ямка то они вот легли в ямку если здесь пригорочек то они тень пошла на пригорочек в принципе все здесь у нас еще есть тонкие веточки для этого используются вот такие веерные кисти для того чтобы сделать такие веточки вот они есть разных вариантов тоже я про них рассказывала в других видео есть вот такая кисточка тоже деревья удобно рисовать но мы сейчас вот такую будем использовать если у вас нету можно оставить так либо совсем тоненькое прорисовать тоненькие веточки но тоже по моему даже так это очень симпатично выглядит я мочу кисть полностью немножко ее отжимаю и вот здесь вот такими вот движениями добавляю веточек тоненьких вот такая красота всего несколько движений волшебной кисточкой ох как вы побежите покупать новые кисточки после этих уроков ну это кайф это классно немножко хочется вокруг домика сделать потемнее более конкретных деталей добавить самые маленькие детали в самом конце здесь у нас могут быть посажены деревья еще на переднем плане для того чтобы передний план был более контрастным и виднелись какие-то детали в виде стволов этих деревьев и кустов и всеми любимый я всегда про него забываю но мне говорят нарисуем давай электрический столб ну вот давайте мы его изобразим здесь трубу и можно даже такой вот провод провести вот такой вот у нас получился лес домик шагов немного вы можете просмотреть видео несколько раз для того чтобы их запомнить и потом вместе со мной рисовать потому что это нужно делать достаточно быстро и не надо делать как я нужно под рукой иметь все материалы сразу фен кисточки воду баночки и все остальное теперь вы можете отклеить ваш скотч и полюбоваться на вашу картину а и не забудьте поставить подпись сейчас мы быстренько это сделаем я люблю подпись прятать я уже тоже это много раз повторяла но повторю еще раз что человека любого и художника в том числе красит скромность и подпись должна быть не видна на картине вот она у меня вот такая вот спрятанная искусствоведы разберут а глазу практически незаметно вот такой вот простой домик получился у нас красивый и совершенно несложный совершенно не страшно начинать рисовать такой картинки желаю удачи если у вас есть вопросы пишите в комментариях и смотрите следующее видео где этот же домик я рисую чуть более сложнее и еще одно видео где мы будем рисовать ветки деревьев и я объясню как это делать более профессионально все увидимся всем пока выключай что что выключает выключает